Всем привет! Если вы любите пирожки и пироги с капустой, предлагаю вам приготовить очень быстрые пирожки с такой начинкой. Для приготовления этих вкусных ароматных пирожков потребуются следующие ингредиенты. Капуста, которую предварительно нужно как можно тоньше нашинковать, растительное масло, 1 морковь, которую я натерла на мелкой терке, 1 головка репчатого лука, которую нужно измельчить как можно мельче, соль, перец по вкусу и лаваш. В хорошо разогретую сковородку наливаем растительное масло и отправляем туда репчатый лук. Обжариваем лук до мягкости и слегка золотистого цвета. Затем к луку отправляем морковь и еще полторы минутки обжариваем. Теперь к луку и моркови отправляем капусту. Минуты через три добавляю сюда соль по вкусу. Черный молотый перец и я добавлю еще щепотку сахара. Все хорошо перемешиваем и готовим до мягкости. По желанию в капустную начинку можно добавить немного томатной пасты, но я сегодня решила обойтись без нее. Начинка готова и пока она остывает, лаваш нужно нарезать полосками. Я это буду делать при помощи кухонных ножниц. Лаваш я подготовила, теперь пришло время формировать пирожки. Для этого я выкладываю начинку на полоску из лаваша. Как видите, начинку я выкладываю немного отступив от края лаваша. И теперь начинаю заворачивать начинку в лаваш. Сначала накрываю одним краем. И дальше продолжаю вот так же сворачивать, чтобы у нас получились треугольники. Дальше вот так. Вот так. Вот такие треугольнички получаются. Все то же самое делаем и с остальными полосками из лаваша. Как вариант, можно подготовить заливку из яиц, предварительно обмакнув в них треугольнички и затем обжарить на сковороде. Но я этого делать не буду и обжарю наши пирожки с капустой просто на растительном масле. Для того, чтобы обжарить наши пирожки до хрустящей румяной корочки, много масла наливать совсем не нужно. Посмотрите, какая красота получается. Ну вот и все. Вкусные хрустящие пирожки из лаваша с капустной начинкой готовы. И, кстати говоря, у меня получился постный вариант таких пирожков. Как-то раз я уже делала подобные пирожки, только по-другому их заворачивала. Но начинка была из картофеля, грибов и лука. А начинка, конечно же, может быть абсолютно любой. Можно сделать ветчину с сыром, можно сделать отварное яйцо и зеленый лук. В общем, все, что угодно. А еще, исходя из моего опыта, если не использовать заливку перед тем, как обжаривать пирожки, они получаются более хрустящими. Ах, как хрустят! Друзья, я буду очень рада, если вам придется по душе такой простой, незамысловатый рецепт. Ну, а на сегодня я с вами попрощаюсь. Желаю вам всем благополучия, всего самого доброго, здоровья. Всем пока! Скоро обязательно увидимся!